Всем-всем-всем большой-большой привет! Как у вас дела? Хотела бы немного рассказать вам о состоянии нашего малыша, так как вы часто меня спрашиваете, часто пишете в инстаграме, на ватсапе пишете. Вот сейчас состояние у него стабильное, но динамика уже положительная. Часто спрашиваете, как же мы его назвали. Мы его назвали Ахмед. И большое вам спасибо за ваши поздравления, я очень рада. Большое вам спасибо за то, что вы делаете за нас два, а вы мне пишете об этом, что вы делаете. Я очень рада, я очень вам благодарна за это. Сейчас состояние его стабильное, как я уже говорила. И 20 дней до этого он питался только лекарствами. И сейчас, буквально со вчерашнего дня, его перевели на физраствор. Получается, ему уже как бы начали вводить физраствор для того, чтобы проверить, работает ли желудок, верхняя часть кишечника, ну и так далее. В общем, и пришли к такому мнению, что со следующей недели я его уже начну кормить. В общем, я очень рада этому. Скорее всего, я к нему лягу в больницу. Вот, муж уедет домой. Сейчас мы пока что живем вместе. Мы здесь сняли квартиру рядом с больницей. Получается, каждый день ходим к нему, каждый день навещаем. Там можно ухаживать за ним с 9 утра до 7 вечера. Вот, что еще? Хотела бы ответить на ваши вопросы, которые вы мне задавали еще сразу же после рождения, да? Вот, и мужа сделали 3 операции. 3, почему 3? Потому что весь его кишечник из-за маловодия в утробе собрался в один вот такой, ну, большой комок. И надо было все это как-то разделить. Вот, 3 эти операции делались, конечно, для этого, но безуспешно. Он сильно отсекал за это время. Он много крови потерял. Нас готовили к худшему, говорили, прогнозы плохие, но я думаю, что все это позади. Спрашивали вы меня еще насчет оплаты, насчет проживания, условий в больнице. Так вот, хочу вам сказать, что нам круто повезло. Нам здесь выделили квоту, как иностранным гражданам, ну, как иностранным, как казахстанским гражданам. Вот, у них, оказывается, ну, есть такая программа, выделять квоты казахстанским гражданам. Вот, в этом нам помогла главный врач детского отделения какого-то, точно не знаю, кажется, о реанимации. Вот, как только я поступила в перинатальный центр, ко мне в палату пришла та вот женщина, которая, кажется, занимается этим. И говорит, вы знаете, я ведь тоже из Казахстана, из Искамана, и мы вам все сделаем бесплатно, вы не переживайте. И я такая была в шоке. И, да, они выделили нам квоту, и мою операцию, и малыша все три операции, они сейчас нам делают бесплатно. И вот, лягу я в больницу через неделю, и все это также будет бесплатно. Питаемся мы здесь чисто курицей, рыбой, потому что здесь нет, как бы, халяльного мяса. Муж идет, покупает, рядом с Белой соборной мечетью мы нашли место, где татары продают халяльное мясо. И это мясо, оказывается, возится из Казахстана. Вообще, город Томск мне очень понравился. Здесь люди очень такие доброжелательные, улыбчивые. Не то, что в Питере, да, когда мы были зимой. Я не знаю, как-то, может быть, погода как-то влияет на них, но здесь погода вообще шикарная. Вокруг везде очень большие, высокие деревья. Воздух здесь вообще шикарный. Здесь постоянно дует прохладный ветерок. Всегда здесь прохладно, хоть и жарко, но никакой духоты нет, как в Алма-Ате. Вот этим мне и понравился город. Если у вас есть еще какие-то вопросы насчет гастрошейзиса, насчет вообще этого перинатального центра, можете задавать мне в комментариях, либо можете писать мне в Инстаграме. Я вам обязательно отвечу. Спасибо всем моим родственникам, всем нашим родственникам. Спасибо всем друзьям, что переживаете за нас. Я думаю, что все худшее позади, и мы полным составом приедем на родину, потому что я очень соскучилась по своим детям, очень соскучилась по нашим родителям. Большое вам спасибо за все. Пишите мне в комментариях ваши вопросы, я вам на них обязательно отвечу. Также я вам хотела сказать, что в этом перинатальном центре делаются все абсолютные операции для новороженных детей. Здесь они выхаживают детей почти с 20 недель. Вот я сама видела, что здесь лежали крохотные дети, совсем крохотные. По 800 грамм, по 900 грамм они весят. Также и с гастрошизисом, и с пороками сердца, и со всякими другими пороками. Так что казахстанцам, если они смогут выделить квоту, то они выделят. Но вообще Кесарева здесь стоит 96 тысяч рублей. По нашим деньгам это 500 тысяч тенге. Да, 500 тысяч, да, тенге? Вот. А для новорожденных все делается бесплатно. Так что это очень хорошо. Погода просто класс. Дует прохладный ветерок. Солнце греет. Кстати, здесь ездят вот такие вот пазики. Очень прикольные. У Алмате их уже давным-давно нет. А здесь еще есть. Вот. Это наш дворик. Мы часто туда по вечерам входим, туда сидим. Вот такие вот деревья здесь очень высокие, красивые. Кстати, хотела бы сказать вам, чтобы вы обратили внимание на то, что, как я уже говорила, здесь у них есть программа такая, выделять квоту казахстанским гражданам. Очень важно, чтобы вы это знали, потому что нам об этом никто не сказал. Мы сюда пришли с деньгами уже намеренно, что будет все для нас платно. Но, как оказалось, здесь выделяют квоту казахстанским гражданам. Поэтому это очень хороший шанс. Если будут хоть какие-то проблемы с беременностью, какие-то пороки у ребенка, это очень хороший перинатальный центр. У нас примерно вот такой же дом, 15-этажный. Вон, дальше вон того дома там уже ничего нету. Там находится больница в 300 метрах и все, как бы. Больше ничего там нету. Там дальше уже деревья такие же. Там, можно сказать, уже леса. Темнеет, кстати, здесь только в 11 часов ночи и светлеет уже в 2 часа ночи. Здесь белые ночи. Невозможно спать, кстати.